Школьники придут в специальный симуляционный центр для отработки разных навыков. Здесь есть разные манекены. Это и взрослые организмы, и детские, и даже отдельно руки, ноги и другие части тела, которым очень нужна помощь. Этому манекену помогут первым делом. По легенде, стало плохо с сердцем. Алло, скорая. Одесская 50, девушка лет 40. Без сознания, не дышит. Специалист по симуляционному обучению Роман Муленко показывает школьникам весь алгоритм. Куда нажимать, что слушать. Савелий первым пробует оживить пострадавшую. Эти пальцы убрали, чтобы не мешали. И второй ручкой забрали их в замочек. Несколько минут активных надавливаний. Все, спасли. Теперь пора учиться делать инъекции. Как только пациент соглашается, мы вкладываем его на бок, либо на живот и открываем нужную нам часть тела. Десятиклассник Бираншо Хайдаров из Нового Уренгоя в будущем хочет стать кардиологом. А ставить уколы он уже пробовал. У меня мама медсестра. У нее есть специальные руки. Специальные мы закупили. Потихоньку учимся. А хочу пойти по стопам дяди. Он главврач. Думаю, тоже добиться таких успехов. За пять дней в Тюмени ямальские школьники посетили шесть институтов медуниверситета. Скорее всего, многие сюда еще вернутся. Уже в качестве студентов. Марина Осколкова, Клименте Горбунов. Время Ямала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова